МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС. В студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Итоги дня охраны труда. Работы по благоустройству санаторий-профилакторий Лесная поляна. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна Росэнергоатом. В работе 27 энергоблоков, в ремонте 9 энергоблоков. Суммарная мощность по концерну 23 141 мегаватт. Выработка составляет 101,2% к заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и третьей энергоблоки нагрузка суммарно 2027 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Блок номер 2, 71 сутки, текущий ремонт с внутриреакторным контролем, окончание ремонта. Задача недели установка дизель-генератора и пусковые операции. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 26 дней августа составила более 1,2 млрд кВт-часов электроэнергии. Всего с начала года выработано более 11,1 млрд кВт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме нарядно-допускная система производства работ, требования к оборудованию. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Второй год в здравнице Смоленской АЭС санаторий-профилакторий Лесная Поляна ведутся масштабные работы по благоустройству. Цель преобразований – создать современные комфортные условия для отдыха и оздоровления взрослых и детей. В 2018 году была утверждена генеральным директором концерна Роснаргатом программа реконструкции и модернизации санаторий-профилакторий Лесная Поляна 2018-2022. В соответствии с этой программой были генеральным директором концерна утверждено задание на проектирование по объектам санаторий-профилакторий Лесная Поляна и реабилитационно-оздоровительные досуговые центры, или РОДЦ, как мы это называем. На основании этих документов будет выполнена проектная документация, далее закуплено оборудование и выполнены строительные монтажные работы. Это делается для того, чтобы условия нахождения и пребывания отдыхающих здесь и работников станции, и членов их семей, и просто гостей, ветеранов наших Смоленской АЭС было максимум комфортно, удобно. Нельзя не заметить, как уже преобразовалась Лесная Поляна. Отремонтированы столовая, культурный и лечебный корпуса. На территории здравницы появилась новая детская игровая площадка. Большая, красочная, с современным безопасным покрытием, установлены уличные тренажеры, создана новая баскетбольная площадка. Одна из лучших в городе. Оборудована велопарковка. С силами работников санатория-профилактории и активистов Организации молодых атомщиков Смоленской АЭС Сосновом лесу созданы теренкуры для дозированной лечебной ходьбы. Тропы освещены, оборудованы местами для отдыха. Большие работы проведены по озеленению территории. Высажено порядка ста вечно зеленых туй. Детская площадка облагорожена рулонной газонной травой. Радует глаз уютный уголок с элементами лошадного дизайна, сделанный руками работников столовой. Оценили отдыхающие идею директора профилактории разместить возле корпусов домики для книг и газет. В них всегда свежая пресса, а еще интересные книги и журналы, которыми жители лесной поляны могут обмениваться друг с другом. Очень много возможностей для полноценного отдыха. Здесь есть и для детей, и для взрослых. Как для летнего отдыха, так и для зимнего. У нас новый кинотеатр. Большой выбор фильмов. Как в детских. Так и взрослых. В этом же кинотеатре мы проводим конкурсы караоке. Сейчас закупили нам самокаты, велосипеды. Помимо всего прочего, мы еще проводим по 3-4 мероприятия в день. Поэтому дети всегда заняты, родители всегда знают, где они находятся. И всем нравится. На днях в лесной поляне открылась постоянно действующая выставка предметов советских времен. Вперед в прошлое. В ней собраны раритетные вещи. Сифон для газированной воды. Пишущая машинка. Кстати, каждый желающий может поделиться своими историческими артефактами. Развивается и лечебная база санатория-профилактория. В ближайшее время поступит современное медицинское оборудование на 6 миллионов рублей. Это замена водолечебного оборудования. Это новое оборудование для электролечения. Это новое оборудование для процедуры механического массажа. То есть база санатория-профилактория улучшится. Процедуры будут с более расширенным спектром предоставления. То есть мы включим данное оборудование в лечебные программы и практически через заезд у нас наши отдыхающие смогут воспользоваться данными услугами. Как подчеркнул директор профилактория Андрей Орлов, до 2022 года запланировано еще много работ по благоустройству территории и модернизации лесной поляны. В том числе реконструкция жилых корпусов, столовой, лечебного корпуса, реабилитационно-оздоровительного и досугового центра, а также закупка нового оборудования и инвентаря. Большое внимание будет уделено обеспечению безопасности отдыхающих. Изменилась детская площадка и вот огромный, прям гигантский плюс, что возле лавочек на детской площадке то и то же, там можно сесть и почитать журналы. С каждым годом, честно, откровенно, лучше и лучше на самом деле. Появилось для детей много развлечений новых, белопарк появился, кормят как всегда вкусно. Мы с отцом любим играть в бильярд, настольный теннис в зоне отдыха. Тренажеры появились, тоже можно выйти. Самое главное, интернет хороший. В санатории лесная поляна это отличный отдых. Мы каждый год сюда заезжаем с детьми. Они обожают Светлану Головачеву, аниматора, бегут к ней на дискотеку. В этом году были приятно удивлены новыми велосипедами, самокатами, прекрасный кинозал, детская площадка выше всяких похвал. Знаю даже, что из города приезжают дети погулять сюда, потому что здесь тихо, спокойно, очень уютно, площадка безопасная. Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 1 сентября 10.30 на стадионе «Атомтранс» пройдет межрегиональный чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой «Казарла». Приглашаем всех желающих. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте росэнергатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания.